Ой, какая же это вкуснятина! Это можно и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это можно каждый день, мне кажется, эта еда не надоедает. Так что не уходите, побудьте со мной до конца, и я расскажу все секреты этого вкусного блюда. А называется оно очень просто, по-простому. Сырая икра из баклажанов. У меня 4 баклажана среднего размера, 8 перчиков сладеньких, болгарских, 8 штук помидоров среднего размера, 1 луковица, затем чеснок, горький перец красный, перец черный молотый и соль. Это все по вкусу. Баклажаны накалываю зубочисткой, выкладываю на противень и ставлю в разогретую духовку, а затем выпекаю баклажаны до готовности при температуре 180 градусов. На решетку я кладу фольгу, а затем выкладываю перец и делаю несколько проколов и тоже выпекаю в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Очищаю луковицу. В тот случай, когда лук тяжело чистится. Надо было замочить в воде. Измельчаю в блендере. Помидоры натираю на терку. Шкурка нам здесь не нужна. Откидываю мякоть помидор на дуршляк. Два зубчика чеснока выдавливаю в помидоры. Перец я уже испекла. Мягкий, сочный, мягкий, красивый перец. Красивый перчик. Шкурка сама по себе уже отходит. Видите? Очищаю перец, снимаю шкурку и вынимаю зерна. Перец нарезаю на небольшие кусочки. Вначале такими ленточками. А потом еще раз поперек. Такие небольшие кусочки получаются. Баклажаны запеклись. Я так вдоль разрезаю и снимаю шкурочку. Она довольно легко снимается, видите? Немножко горячий, но не страшно. После того, как я его очистила, я его насекаю на такие небольшие кусочки. Посыпаю солью. Чуть-чуть щепоточкой соли посыпаю. Откидываю на дуршлаг и пусть постоят минут 20-25. Болгарский перчик Чуть-чуть солю по вкусу. Перчу. Выкладываю синие. Затем помидорчики с чесноком. Так, еще остался лук у меня. Вот он, лучок. Можно так, я чуть остатка. И зелень. Зелень, конечно, по вкусу. Все, теперь нужно перемешать и заправить растительным маслом. Можно любым растительным маслом. Так, хорошенечко перемешать надо. Зелень тоже по вкусу. Кто любит сельдерей, кто петрушку, кто кинзу. Ладно. Практически салатик уже готов. Через минуту 30. А где зелень? Я сейчас хочу сначала перемешать. Добавлю зелень и вместе с зеленью перемешаем. Пожалуйста. Перемешиваю очень тщательно. Пробую на соль, на перец. Если надо, нужно подсолить, поперчить. Очень вкусно и приятный такой запах. Ну и, естественно, масло. Где-то пару ложек, наверное, масла нужно добавить сюда. Опять перемешаем. О, какая вкуснятина! Вы даже себе не представляете. Какая же это вкуснятина! Это можно и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это можно каждый день, мне кажется. Это еда, не надоедает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!